Девушки отдыхают Ароматный и изысканный малиновый пирог. Это еще одно яство из меню шеф-повара Эль-Авеню Дмитрия Березина. Дима предпочитает угощать сладким только женщин. Для себя же, как брутальный мужчина, готовит блюда с мясом. Бургер, например. Кстати, на бургер-фестиву Фе наш кулинарный мастер и его команда ресторана Эль-Авеню победили в номинации «Лучший русский бургер». Сегодня десертом из ароматных ягод шеф-повар порадует Наталью Совину. Наталья Совина, 27 лет. Специалист по календарному планированию, по образованию, экономист, замужем. Любит активный отдых и вкусную еду. Пришла на проект, потому что любит кулинарные загадки и новые знакомства. А это вы тот шеф-повар, который попытается удивить меня своим блюдом? Дмитрий. Наталья. А пока вы ждете нашего основного блюда, попробуйте наш малиновый пирог. Спасибо большое, мне очень приятно. Я приготовлю для нашей блондинки Натальи сегодня французский суп из морепродуктов. Я думаю, ей отгадать будет очень сложно, так как в этом блюде очень много ингредиентов. Основным ингредиентом будут раки у нас. В состав этого супа будет входить у нас морской гребешок, тигровые креветки, кальмары, мидии, томаты в собственном соку, лук-порей, чеснок и алкоголь. Алкоголь это будет вермут у нас сухой и коньяк. Начнем с раков. Нам надо удалить раковые шейки. Для этого нам понадобятся ножницы. Обрезаем. Обрезаем клешни. Зачищаем раковые шейки. А теперь приступим к приготовлению бульона. Вот у нас здесь очистки от раков. Ставим сотейник на плиту. Нам понадобится репчатый лук. Мелко нарезаем его кубиком. Уливаем в сотейник оливковое масло. Кладем туда лук. Панцирь с крещнями от раков. Добавляем вермут сухой. Пусть выпарится алкоголь. И мы добавим воды. И дальше снова приступим к приготовлению нашего бульона. Я думаю, что шеф-повар сегодня удивит свою блондинку. И это будет такое секретное завуалированное блюдо, которое нельзя будет назвать ни пельменями, ни пиццей, ни шаурмой точно. Скорее всего, это будет какое-то мясо с каким-то интересным соусом, в котором-то, наверное, и будет крыться весь подвох шеф-повара. Приступим к приготовлению нашего супа. Оставляем вариться на 15-20 минут. Займемся пока другими ингредиентами для нашего супа. Для этого нам понадобится морепродукты, сотейник. Нам понадобится лук-порей, зеленую часть. Сотейник наш уже разогрелся. Мы добавляем туда оливковое масло. И обжариваем лук-порей. Солим. Добавляем все наши ингредиенты. Это креветки, морской гребешок, кальмары, мидии. И, конечно же, наши раковые шейки. Основной ингредиент нашего блюда. Добавляем немножко параманских трав. Это тимьян, розмарин. Чуть-чуть чесночка. Вливаем немножко коньяка туда. Что поддал вкус морепродуктам. Коньяк наш выпарился, и мы добавляем томатную основу. У меня здесь томаты в собственном соку. Вливаем. Размешиваем и дойдем немножко протушиться нашим морепродуктам в этой томатной основе. Пока тушатся наши морепродукты, мы займемся бульоном. Для этого нам понадобится блендер. Сито. Начинаем пробивать наши панцири и клешни. Пробиваем до однородной массы. Процеживаем все через сито. И у нас должна получиться однородная консистенция в виде пюре. Вливаем ее в наши морепродукты. Замечательный аромат. Я добавлю немножко пикантости в это блюдо, остринки. Возьмем чили перец. Я думаю, одной треть перца вполне хватит для нашего блюда. Наше блюдо готово, и мы можем угостить блондинку. Надеюсь, она не сможет угадать. Наталья, это мое основное блюдо. Оно состоит из восьми ингредиентов. Желаю вам удачи, приятного аппетита. Спасибо. И шеф-повар, я смотрю, так немножко, да. А, он угодил даже мне. Тут есть как раз-таки морепродукты. Креветка. По-моему, мидии. Кальмары. Вау. Мне уже так нравится это блюдо, что хочется его быстрее попробовать. Я вижу, что тут есть. Лимарская капуста, то ли салат чука. Что-то такое. Цвет супа, конечно, тоже тяжело отгадать, почему такой. Это какая-то приправа. Скорее всего, здесь есть имбирь, только его почему-то не видно. Суп вообще мне нравится. Он вкусный, очень интересный. Такой суп вполне, конечно, может удовлетворить вредную блондинку своим вкусом. Потому что он прям... Вкус у него огонь. Я не случайно приготовил этот раковый биск для нашей блондинки. Я думаю, ей будет сложно угадать это блюдо. Оно состоит из восьми ингредиентов. Это морской гребешок, раковые шейки, креветки, мидии. Это под силу только гурманам или любителям французской кухни. Посмотрим, угадает ли она. Я смотрю, вам понравился мой суп? Очень. Какие ингредиенты вы угадали? Можете перечислить? Это креветки. Дальше это кальмар, мидии. Я так думаю, что это морская капуста. Какая-то рыба. Даже морская. Имбирь, чеснок и, наверное, томатная паста. Ну, вы угадали 50%. Это не рыба, это морской гребешок. Ну, он же живет в море. Ну, это морепродукты. И он плавает. Но это не рыба. Там еще и были раки. Какой вы хитрый мужчина, оказывается. Я дам. Так ловко блондинку вокруг пальца обвели. Это от них были, видимо, стружки. Да, это шейки раков были. Так, это не морская капуста, это лупарей. А, понятно. Так он даже похожий на чуку. На чуку? Нет, не похожий. Чеснок вы также угадали, как я знаю, да? Да, чеснок. Мне кажется, это тайский суп, тамьян. Нет, это раковый биск, французский суп. Как вы меня, ловко. К сожалению, вы не угадали от нашего заведения. И для меню мы дарим вам коктейль в подарок. Шеф-повар, конечно, вообще так блюдо свое завуалировал, что я даже не поняла, где там эти крабы-раки. Дорогие девушки, красивые блондинки, приглашаю вас тоже участвовать в данном проекте. Проходите и участвуйте в передаче. И, возможно, вам уже, а не мне, повезет. Из-под каждого пригорка и подвып... Подвыпы... Подвыпы... Из-под каждого пригорка и подвып-дверта русское радио любимой песни играет, да, приподыгрывает. Русское радио. Все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова